В эфире о хлебе насущном. Программа о том, как развивается агропромышленный комплекс Красноярского края. В студии Львира Ефимова. Здравствуйте. Смотрите в сегодняшнем выпуске. В Каннском районе получили первое подсолнечное масло местного производства. В крае собрали второй миллион тонн зерновых, как проходит уборочная в житнице региона в Ужурском районе. Минусинские садоводы опытной станции наращивают объемы переработки фруктов и овощей. На этой неделе наши аграрии собрали второй миллион тонн зерна. Уборочная близится к завершению. На сегодняшний день убрано 82% полей. Обмолочено 858 тысяч гектаров зерновых. Получено 2 миллиона 151 тысяча тонн зерна. Хлеборобы нагнали темпы уборочной, по которым из-за дождей в начале жатвы было отставание по сравнению с прошлым годом. В уборочной страде задействовано 3259 комбайнов. Из них 120 машин были куплены в этом году. Средняя урожайность по краю немного выше прошлогодней. В 15-м была 24,5, в этом 25 центнеров с гектара. И это по-прежнему самая высокая урожайность среди всех регионов Сибири. То есть по югу у нас 19 центнеров, по восточному территориальному округу 22 намолачивают сельхоз товаропроизводители, по центральному территории 22. И наивысший урожай у нас сегодня по западной группе районов, это свыше 30 центнеров намолачивается зерна с гектара. А вот самые лучшие в крае результат по урожайности показывают хлеборобы Ужурского района, а именно сельхоз предприятия «Искра». Там с гектара собирают по 57 центнеров зерна. Для сравнения, это как на юге страны, в Краснодарском крае. Мы побывали на этом предприятии и узнали, за счет чего можно добиться такой урожайности. Оно и, как вы обратили внимание, комбайны только успевают наполняться. Зерно просто отлично. 50 центнеров с гектара. Такая урожайность для хозяйства «Искра» не предел, говорит агроном предприятия Раиль Сигбатулин. Секрет успеха в грамотном ведении земледелия. Хозяйство не скупится на удобрения, поля засевают только лучшими семенами. Сеем мы процентов 20 элитой, элитными семенами, ну а потом уже идут первые репродукции. Ниже у нас ничего этого нет. Дальше это сорта. Вот по пшенице у нас три сорта. Урожайный сорт «Новосибирская-31», который в этом году, в принципе, по парам дает неплохие урожаи. Ну и что именно особенно для этого года? Хорошие урожаи показали серые хлеба. То есть что овес, что ячмень дали больше, чем 60 центнеров. Нет, ну САО «Искра», оно всегда, всегда было передовое хозяйство. Когда-то в 80-е, 90-е годы 30 центнеров, за 30 центнеров была хорошая урожайность. В 2000-м она поднялась до 40, сейчас до 50, ну постоянно растем, развиваемся. Технология вырабатывается, улучшается. Идем вперед. Пассивные зерновых в «Искре» – это более 30 тысяч гектаров. Это почти как площадь всего города Красноярска. В «Жатве» задействованы 72 комбайна. Это современные мощные машины отечественного и импортного производства. Комбайнер с 17-летним стажем Богдан Хамула в этом году работает на американской машине «Джон Дир». До этого работал и на наших «Енисеях», и на ростовском «Акроссе». Ну, у этого что, что захват больше «Жатки», и «Жатка» идет на колесах. Не боится косогоров, ничего, не гребет. Хорошо сделано. Здесь кондиционер, все, как говорится, сделано уже для людей. Комбайнеры «Искры» сегодня в передовиках края по количеству намолочного зерна. Рустам Зайнуйдинов в прошлом году был третьим. В этом старается стать лучшим в крае. Работает с раннего утра и до поздней ночи. Ведь победителю профессиональных соревнований по итогам уборочной в нашем регионе вручается награду «Автомобиль». Погода нам сопутствует. Хорошая стоит. Работаем быстро. Уже к завершению идет. Уборочная кампания. В общем-то, нынче. Удачный год. В этом году в хозяйстве планируют собрать 150 тысяч тонн зерна. Третья часть пойдет на корма для своего животноводческого комплекса. Остальное продадут за пределы региона. Спрос на зерно есть. Цена пока чуть ниже прошлогодней. Впрочем, массовые продажи начнутся не раньше зимы. Мы продаем в пределах 110-115 тысяч тонн зерна ежегодно. В этом году массово мы еще не продавали. Но уже сейчас чувствуется, что цена на зерно, пожалуй, в этом году будет ниже. То есть, в прошлом году минимальная цена пшеницы, которую мы сразу начали продавать, была в сентябре 10 рублей. В этом году она будет около 9 рублей. А может даже... Ну, так складывается рынок сбыта. Видать, просто урожай в стране больше. Как скоро ужурские аграрии завершат жатву напрямую, зависит от погоды. Если не будет дождей, то с уборочной управится за неделю. Далее новости аграрного края. А после побываем в Минусинских садах и увидим подсолнуховое поле. В Красноярском крае идет автоматизированная обработка материалов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016. Напомним, она проходила с 1 июля по 15 августа. В ходе переписи в крае было обследовано около 360 тысяч объектов сельхозорганизаций, фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, а также городнических и дачных объединений граждан. Сейчас в Красноярск-Стат с районов края продолжают поступать переписные листы. Их вес составляет свыше 12 тонн. Это 2 миллиона бланков. 2% из них уже обработаны. В оцифровке машиночитаемых документов заняты 2 сервера и высокоскоростных сканера и 15 рабочих станций. После сканирования информация в электронном виде поступает к экономистам. Мы продолжаем приемку материала со всех городов и районов Красноярского края. На сегодняшний день мы уже приняли 38 территорий Красноярского края, что составляет 64%. По полученным материалам, по обработанным мы получаем количество объектов переписи, сколько мы, собственно, переписали сельскохозяйственных объектов переписи, и общая площадь земли. А все остальные показатели и по посевам, и по сельскохозяйственным животным, и по технике, все эти показатели уже в дальнейшем, уже после проведения автоматизированной обработки, все итоги будут на федеральном уровне. Продукция племзавода «Таежный» и минусинского молокозавода «УАУ Молоко» получила высокие оценки на дегустационном конкурсе «Молочные продукты-2016». Он проходил в Сочи в рамках международной конференции ЕАЭС по производству и переработке молока. В конкурсе приняли участие около 100 предприятий-производителей из различных регионов России и Белоруссии. Племзавод «Таежный» из Сухобуземского района получил высшую награду – гран-при за качество и вкус сливочного масла. Минусинское предприятие «Молоко» привезло золотую медаль, которой был удостоен плавленый копченый колбасный сыр. Молодые ветеринары будут обеспечиваться жильем на селе в первую очередь. Данная мера позволит сократить нехватку специалистов и привлечь в хозяйство молодых ведврачей. По условиям краевой программы развития агрокомплекса, 90% расходов на строительство или приобретение жилья берут на себя краевые и федеральные бюджеты. В этом году финансирование предусмотрено на 143 молодых специалистов и их семей. Кроме того, с прошлого года по инициативе губернатора Виктора Толоконского в крае введена еще одна дополнительная мера господдержки – предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса на компенсацию 50% затрат, связанных со строительством служебного жилья для своих работников. Ну а далее вы увидите довольно необычную для нашего края картину. На востоке региона в промышленных масштабах стали выращивать подсолнухи, которые раньше росли, пожалуй, лишь на частных огородах. Для чего понадобилась эта культура кандским сельхозпроизводителям – в сюжете далее. Это не Кубань и даже не Алтай. Рядом с деревней Хайорина в Красноярском крае вырастили небывалый для этой местности урожай подсолнечника. В этом году хозяйство Ново-Таежное увеличило под него посевные в 4 раза до 200 гектаров. Подсолнечник – культура безотходная, идет и на корм животным, и в пищу людям. Большая часть урожая отправится на корм животным. Колхозники шутят, что от подсолнечного жмыха коровы доятся сразу сметаной. А вот из лучших семян сделают подсолнечное масло для жителей района. Это ароматное масло, оно без всякой химии, это же прямой отжим холодный. Отстоялось масло, мы даже его не фильтруем. Вот оно, чистенькое масло, отстоявшееся, разлитое во вторую. Новинку от местного производителя пока попробовали лишь немногие. Из урожая прошлого года надавили 10 тонн масла. Однако в этом рассчитывают произвести не меньше 50. Впрочем, когда будут убирать подсолнух на семена, пока не ясно. Все будет зависеть от погоды. Вот вообще спелые уже, созрели подсолнухи, ноги. Вот этот подсолнух не ахти выдался. Плохо сеют, мухи поработали. Но все-таки с него масло будет. Надо, чтобы эта вся корзина высохла. А какая будет погода? В прошлом году снег лег на этой корзине и все, только весной корзина высохла. А нынче, может, повезет, может, ноябре уберем. А пока в Ново-Таёжном давят рапс. Новый урожай уже на подходе. В этом году соберут одну тысячу тонн. Выход масла из рапса довольно высокий. Из одной тонны семян получается 300 килограммов масла. Продаем в Новосибирск. Всегда его покупают охотно. Вот сейчас все емкости затаренные. Урожай, значит, где-то в пределах 30 тонн уже масла. Наверное, завтра будем грузить, и машина повезет 20 тонн в Новосибирск. Стоимость 40 рублей литр. Большая польза и от отходов рапса, жмыха. Он идет на корм животным и является отличной кормовой добавкой для коров. В рапсовом, впрочем, как и в подсолнечном жмыхе, очень много белка. Доярки отмечают, что на таком корме буренки стали давать на 2-3 литра молока больше за одну дойку. Ну, надои 20 за 20 всякие. Каждая корова дает по-разному. И 18. Ну, хорошую корову у нас, конечно, здесь, в этом совхозе. Сегодня племзавод в числе лидеров края по надоям. С одной коровы за год получают свыше 6800 килограммов молока. И во многом это заслуга высокоэнергетичного рациона с добавлением рапсового и подсолнечного жмыха. Отметим, что в этом году площадь ярового рапса в крае составила 37 тысяч гектаров. Это больше, чем в прошлом году на 3,5 тысячи. И есть заметные тенденции к увеличению посевных подсолнечника. В прошлом году им было засеяно 253 гектара, в этом уже 733. Минусинская опытная станция в этом году исполнилась 105 лет. Предприятие уникальное, которое работало даже в годы Великой Отечественной войны. Селекционеры выводили новые сорта плодовых, ягодных и декоративных культур. Испытывали их на прочность в сибирских условиях. Ну, а год назад опытная станция, можно сказать, получила второе рождение. Подробности у Ольги Максюшиной. Минусинская опытная станция знаменита своими садами. На плодовых плантациях высажено более 26 сортов ранета минусинских яблочек. Урожай в этом году очень богат. И садоводы планируют собрать около 40 тонн фруктов. В 79-м или 80-м году на ВДНХ занял золотую медаль. Сок этот сладкий, урожайный, сокового назначения. С него делаем сок, пюре, компоты. У опытной станции есть свой питомник, где ежегодно выращивают до 300 тысяч саженцев плодовых, ягодных и декоративных культур. Они пользуются спросом не только у местных садоводов. Заказы поступают из Иркутской, Новосибирской областей, Дальнего Востока и даже из Монголии. Туда каждый год отправляют саженцы нашей облепихи. Перед нами выходное поле плодового питомника. То есть оно будет копаться буквально в ближайшие дни. Вот абрикос, слива, яблоня. Яблоня крупноплодная, яблоня полукультурная. Вот на этом поле и находятся. В другом месте там у нас ягодники, тоже в очень хорошем состоянии. Кроме производства плодов и ягод, опытная станция производит свои семена – ранета и дички. Это самые зимостойки подводят при выращивании саженцев. Производим семена, у нас есть свой цех, где производим эти семена – груши, яблони, вишни, облепихи. И реализовываем по заявкам по всей нашей России. В этом году очень за Урале большую заявку нам прислали. Урожай опытной станции – около 700 тонн овощей, фруктов и ягод. В 2015 году по программе развития агропромышленного комплекса хозяйство получило из краевого бюджета субсидию на приобретение оборудования для модульного перерабатывающего завода. Это позволило превращать собственное сырье в компоты, варенье, пюре и сок. Помимо плодово-ягодной продукции начали выпускать и овощную. Кабачки, огурцы, огурцы резаные, различная тара, также овощной сорти делаем. Вся продукция выращивается в наших полях, поэтому проблем с сырьем у нас нет. Пробовать можно очень много. Выпустили, надеемся, зайти на различные линейки питания детские сады, либо общепит и остальные учреждения. Продукцию опытной станции уже оценили до шкалята. В детские сады Минусинска поставляется концентрированное пюре из облепихи. Из нее получаются отличные кисели и морсы. Мы теперь с хозяйства с полным замкнутым циклом. От создания сорта до выращивания сырья и переработка на плодово-овочные консервы. Я считаю, что эта большая мечта у нас сбылась, что именно мы сейчас сами перерабатываем эту продукцию и реализовываем в торговую сеть. Недавно минусинские сельхозпроизводители вышли в торговлю с новой линейкой полезной продукции. Это протертые ягоды жимолости, смородины, вишни и груши. И совсем скоро на прилавках магазинов появятся еще и маринованные овощи. Это все на сегодня. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. Напоминаю, что все выпуски программы о хлебе на сущном доступны на нашем сайте enisei.tv. Всего доброго вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова